Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. Как реализуется закон о капитальном ремонте в Самарской области и как справляется управляющая компания со снегом и наледью? О проблемах и нововведениях в сфере ЖКХ поговорим сегодня в нашей студии председателя комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Виктор Иванович. Добрый вечер. Первый раз мы с вами встречаемся в новом году и такой вопрос, который напрашивается, какие новшества нас, собственно, ждут. Что-то новое появится в сфере ЖКХ, что отразится на собственниках жилья, на что следует обратить внимание? Да, несомненно, нет, несомненно, потому что сфера ЖКХ такая живая сфера, что постоянно появляется что-то новое. Но, кстати, вот в прошлом году министр строительства ЖКХ Российской Федерации Мень заявил, что вот этот год будет последним таким годом, когда будет много новшеств. Потому что и специалисты не успевают порой следить за тем, какие законы принимаются, что новое появляется. А уж не говоря о жителях, простых жителях, которые не всегда ориентируются в этом ЖКХ. Но единственное, что я могу сказать, таких крупных мероприятий, которые планируются вот в 2015 году, это, естественно, с 1 июля будет повышение тарифов на коммунальные услуги. И понятно, что это никому не нравится, но, тем не менее, жизнь от этого никуда не денешься. Вот если говорить о повышении тарифов, часто люди путают. Вот тарифы это что? Повысится что? Вот уже вот в нашей квитанции. Тариф это цена за одну единицу коммунальные услуги. Тариф это цена за одну гикокалорию тепла, за один кубический метр воды, за один киловатт в час. То есть это вот тариф называется. Дальше, что еще нас ожидает? По поводу нормативов. Те собственники, которые не установили индивидуальные и общедомовые приборы учета, значит, по 354-му постановлению с 1 января им должны начислять больше по нормативу 10%, на 10%. И каждые 6 месяцев эти 10% будут увеличиваться еще на 10%. Да. Ну, я единственное, что могу успокоить жителей области, что пока на сегодняшний день у нас в области такого решения не принято. Почему? Потому что этот норматив должен быть утвержден Министерством энергетики ЖКХ, так же, как норматив на холодную и горячую воду и так далее, и так далее. То есть пока такого решения нету, поэтому пока начисления, скорее всего, не будет. Но, возможно, это будет, потому что федеральный документ такой и есть. Ну, к этому, да, придет, поэтому установка счетчиков, она актуальна. В любом случае она актуальна. И вот в продолжении этого разговора о счетчиках, если положительное, значит, счетчики на газ в тех квартирах, где только одна плита, можно не ставить. То есть это разрешили, официально разрешили. Почему? Потому что, понятно, они потребляют не так много газа, поэтому принято решение, но обходится установка сама. Очень дорого. Много было вопросов. Но я думаю, что люди, которые установили, они сейчас расстроятся, потому что они потратили деньги, если одна плита. Ну, в основном у нас в домах одна плита. И вот пенсионеры, которые стремились к установке, к экономии, потратили деньги и в результате поняли, что... Ну, они будут платить меньше. Они же будут платить меньше. Я говорю, вот, ну, по опыту, даже по своему. Я вот поставил в прошлом году этот прибор на газ, оплатил за год вперед на газ. Я вот в прошлом году не платил, и в этом году у меня еще остался запас. То есть вполне достаточно. Рычаги есть, экономия. Ну, то есть, да, можно экономить. Ну, те квартиры, где есть газовая плита и плюс еще колонка, допустим, те должны ставить. То есть одна газовая плита. Им разрешили вообще не ставить прибор ученых. К нам уже поступает первый вопрос от телезрителей. Напомню, телефон 201122, звоните, еще есть время. Что это за дополнительная квитанция, которая приходит нам за ремонт жилья, спрашивает Александра Алексеевна. Значит, дополнительная квитанция – это квитанция за капитальный ремонт наших домов. Значит, на сегодня пока это идет как дополнительная квитанция. Почему? Потому что управляющие компании не заключили договор с фондом капитального ремонта, с ЕРЦ, на то, чтобы в общей квитанции все это было. Поэтому фонд капитального ремонта через единый информационно-расчетный региональный центр высылает эти квитанции дополнительно. Это взнос на капитальный ремонт. С августа месяца 2014 года все мы, как собственники, обязаны платить взнос на капитальный ремонт. И вот в продолжении этого разговора сразу хочу оговориться, что это обязательный платеж. Обязательный платеж. И те, кто считает, что его не обязательно платить, они ошибаются в каком плане. Что он входит в структуру платежей за жилищно-коммунальные услуги. Вот нашу квитанцию, если взять обычную нашу квитанцию, там первая строчка – содержание. Это все работы, которые по содержанию общего имущества нашего дома. Вторая строчка – текущий ремонт. За эти деньги управляющая компания выполняет текущие работы. Ну, где-то кусок крыши она отремонтирует, где-то кусок трубы заменит и так далее. То есть это текущий ремонт. А есть еще строчка – это коммунальные услуги. Где всего-то – вода, свет, газ, электроэнергия и прочее. Это коммунальные услуги. И здесь же, вот в этом платеже, в общей структуре платежей, взнос на капитальный ремонт. Это в соответствии с жилищным кодексом, в соответствии с нашим законом 60 ГД о системе капитального ремонта. То есть вот эта сумма, если не платить, допустим, она в любом случае будет копиться и никуда не денется. Это раз, и если вы по ней не платите, то вы становитесь должником по жилищно-коммунальным услугам. Понятно. И управляющая компания имеет полное право ограничить вам потребление коммунальных услуг. А, даже так? Просто потому что, да. Это раз. Ограничить право пользования квартирой – это два. И, в-третьих, наконец, если по решению суда у вас долг будет признан, значит, вас могут просто никуда не пустить. Ту же за границу, допустим, если вы собрались на отдых, если у вас есть задолженность, то вас не пустят. Да, потому что, насколько мне известно, не очень активны пока горожане и жители даже области в платежах. Пока да. То ли от того, что не знают, то ли от того, что думают, что это... Потому что сказали перспективу на 30 лет. И как люди думают? Ну, когда это еще там 30 лет, пока не поплачу, потом, может быть, начну. Здесь тоже понимать надо. Вот 30 лет, эта программа рассчитана на 30 лет. Просто многие не понимают, что это такое. Они думают, вот сейчас сделают нам капитальный ремонт крыш, допустим, в 2021 году. И все, и больше ничего не будет в течение 30 лет. Нет. Вот за 30 лет, за время действия этой программы, каждый дом должен получить капитальный ремонт крыши, капитальный ремонт подвалов, капитальный ремонт лифтов, капитальный ремонт внутренних коммуникаций, это холодное, горячее водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, водоотведение, то есть все должны заменить. Понимаете? Вот все эти виды работ и фасад еще, и фундамент, если есть такая необходимость. Вот за 30 лет все эти работы должны быть выполнены. Поочередно. Да. Вот просто, так, сейчас ответим на вопросы, а потом продолжим разговор про капитальный ремонт. Я пенсионер, малоимущая, не могу поставить себе счетчики на воду. Как же мне быть, хочется экономить, Валентина Васильевна. Ну, что я могу сказать, в принципе... Льгот нет для пенсионера? Льгот, к сожалению, нету, да, к сожалению, еще раз говорю, нету, да. Но установка счетчиков в холодная и горячая вода, два счетчика, она обходится порядка 5000 рублей. Порядка 5000 рублей с покупкой этого счетчика и с установкой. О, ну... Ну, я понимаю, что для кого-то это не большие деньги, а для кого-то это большие деньги, понятно. Но рассчитывайте сами. Сегодня вы по нормативу за холодную воду, допустим, платите 7,9 куба. Так, если вы поставите счетчик холодной воды, ну, если человек одиноко проживает, если она будет экономить, ну, куб, ну, максимум 2 куба. То есть в 3 раза меньше, в 4. То же самое по горячей воде. Если холодная там стоит 20 с лишним рублей куб, это еще ладно. А горячая 100 рублей куб, как минимум стоит. То есть здесь прямая есть возможность... Выгода, да. Да. Вот раз уж вы коснулись горячей и холодной воды, очень много было вопросов в прежние эфиры, потому что приходится сливать воду, потому что она не горячая. Вот сейчас эта проблема решена все-таки или нет? Потому что вот опять же, прежде чем устанавливать счетчик, скажут, вот я установлю и буду сливать эту воду, опять же буду за нее платить. Согласен, согласен. Мы вот летом прошлого года как раз разбирались с этой ситуацией. В чем причина? Отсутствует такой процесс, который необходим для того, чтобы эта вода была постоянно горячей. Значит, управляющие компании, ресурсоснабжающие организации не ставят насосы, которые циркуляцию производят этой воды. Вода просто заходит в дом, останавливается там и остывает. А можно потребовать с управляющей компанией? Есть такие? Мы как раз пригласили на площадку общественной палаты, мы пригласили представителей ресурсоснабжающих организаций, тогда вот ПТС, вот ЭГК были у нас, и пригласили управляющие компании, пригласили ГЖИ, прокуратуру. И вот ЭГК и ПТС сказали, вот в этих районах города мы обеспечили циркуляцию, то есть вода циркулирует постоянно. Если что-то не так происходит в доме, то это вина управляющей компании. Они уже нарушились. Вы сказали, в этих, это в каких районах? Отдельные районы, да, отдельные районы, не города, а вот микрорайоны отдельные, понимаете? Мы, по крайней мере, определились, по чьей вине происходит вот эта вот ситуация. И сейчас управляющая компания и ресурсоснабжающие организации в первую очередь занимаются как раз тем, что вот эти насосы устанавливают. Потому что я знаю, в прошлом году очень много внимания уделяло этому администрации города. Были специальные совещания по этому вопросу. Они давили на ресурсоснабжающие организации, чтобы они подключали эти насосы и обеспечили вот эту циркуляцию. То есть делается, в принципе, многое. Конечно, не везде во всех районах все это сделано. А как оно дальше будет? Но я надеюсь, что все равно этот процесс будет идти. Волгина, 109, квартира 24. Нас заливают с пятого по первый этаж с крыши. Весь угол мокрый и потолок тоже. Обращались везде, результатов нет. Помогите нам, Людмила Павловна. Действительно, когда заливают, если с пятого по первый этаж, и нет результатов. А как так можно? Ну, крыша, проблема с крышей. А вы говорите, капитальный ремонт. Вот как раз и капитальный ремонт решает эту проблему. Вот сегодня мы были на двух адресах. На двух адресах, в двух домах, где сейчас зима вроде бы, да? Где зимой делают крыши. Ну нет, нигде. Не должны пока. Делают. Делают. Вот мы сегодня посмотрели, как это делается. Ну это ужасно, наверное, или нет? Нет. Они начали работы с середины декабря где-то. Середина декабря. И вот сейчас, 30 января, у них оканчивается срок выполнения работы. 30 января. То есть за полтора месяца они должны были сделать... Ну, правда, крыши там не такие большие, 400 квадратных метров, чуть побольше, может быть, да. То есть, но, тем не менее, факт идет, что сейчас фонд капитального ремонта проводит эти работы. То есть там частично снимается... Виктор Иванович, а нет противопоказаний для того, чтобы ремонтировать крыши зимой? Вот в том-то и дело, что все это можно делать. Мы специально задавали вопрос, встречались с жителями. Вот сегодня заходили в квартиры, спрашивали жителей, вы почувствовали какие-то неудобства? Они говорят, нет. Мы не почувствовали никаких неудобств. То есть они снимают кусок крыши, заделывают его, снимают дальше, заделывают его. И так вот, то есть не полностью раскрывают эту крышу, понятно, тогда снегом завалит и все потечет. А вот кусками вот такими, то, что можно сделать за день, они все это делают. И, в принципе, процесс идет. Ведь не каждый день идет снег. И я скажу, неплохо делают, неплохо делают. Вот мы на мехзаводе были, когда обратились, я спросил, а как у вас квартира стала теплее после того, как вот сделали крышу? Они говорят, стало теплее гораздо. Потому что они там утепляют, там керамзитом засыпают, там меняют обрешетку, там меняют все эти лаги, которые старые прогнили. То есть вот этот процесс полностью идет. Они снимают вот этот вот шифер, разбитый шифер, и меняют на профлист. Гарантия этой крыши 5 лет. Да, вот я как раз хотела сказать, потому что весной можно столкнуться с таким, что... Но сейчас все равно течет, сейчас видно. Они говорят, раньше были протечки у нас. Текло постоянно, сейчас нет ничего. То есть я к чему веду этот разговор, чтобы у многих вот не сложилось такое впечатление, что фонд капитального ремонта зимой останавливается, начинает спать. Нет, конечно, в полной мере идет работа. Извините, сейчас выполнены работы по замене лифтов. Их можно менять? Ну да. Можно. То есть никаких вопросов не возникает. Лифты зимой можно менять. Меняют коммуникации внутренние. Отопления, конечно, нет, но холодную, горячую воду, водоотведение можно делать. А как же вот, если мы говорим, что вот такая идет несобираемость вот этих вот сумм, да, а работы уже идут, как вы говорите, это за счет... Работы идут за те средства, которые мы получили. Во-первых, с Москвы мы получили средства, раз. Мы получили с областного бюджета средства, два. Их нужно будет вернуть? Нет. А, это безвозмездно? Это безвозмездно, это выделяется региону, то есть области. То есть и плюс еще муниципалитеты заплатили вот эти взносы за свои муниципальные квартиры. То есть это третий. И, наконец, четвертый, вот с августа месяца мы начали собирать свои взносы. Хоть по чуть-чуть, но мы начали собирать их. То есть вот эти вот средства и обеспечивают нам возможность того, что делается. Ведь самое интересное, здесь еще один момент хотелось бы сказать, боюсь забыть. Ведь вот те деньги, многие, кстати, не платят взносный капитальный ремонт. Почему? Потому что не верят. Да. В то, что этот фонд, все, там пропадут деньги и прочее. Первое, что фонд этот, это правительством созданный фонд, это государственная структура, это не частная структура. И не коммерческая получается. Не коммерческая, да. С наших взносов там ни копейки никуда не должно уйти. Эти деньги не обесцениваются. Вот сейчас инфляция идет, да? Да. Понятно, что деньги мы положили на счет, они обесцениваются. Здесь деньги положили в фонд, они оплатили. И эти деньги сразу же запускаются в работу. На эти деньги вот сейчас идут работы. То есть здесь больше плюсов. Понятно. Следующий вопрос. Решен ли вопрос с квитанциями от ООО СКС и нужно ли сегодня их оплачивать? Алексей. Значит, на сегодняшний день мое обращение, вот как руководитель регионального центра общественного контроля в ГЖИ показало, что мы правильно это сделали. То есть все то, что сделано СКС и ЖКС и альтернативы и коммунальникам и другими управляющими компаниями, то есть одностороннее изменение условий договора, это незаконно. Государственная жилищная инспекция выписала предписание этим управляющим компаниям и СКС на то, чтобы они привели все в прежнее положение, в прежнее состояние, то есть заключили между собой договор и чтобы все это было опять же в единой квитанции. Срок был установлен 29 декабря, но на сегодня я могу сказать, что ни СКС, ни управляющие компании этого не выполнили. Сейчас они будут наказаны по линии ГЖИ, штраф штрафованный и прочее, прочее. Но я скажу больше, решение принято уже, будем обращаться в Генеральную прокуратуру по линии Общественной палаты Российской Федерации и Федерального центра общественного контроля. То есть платить нужно, оплачивать нужно? Потому что оплачивать на сегодня, если уж на то пошло, позиции ГЖИ, я озвучиваю позиции ГЖИ, можно не платить. Вот так. Почему? Потому что это нарушение. Стояк у нас гнилой, везде обращался, результатов нет, а на капремонт квитанции уже присылают. Нужно сделать все. Ну вот. Не, ну понятно, стояк гнилой. Стояк, да, это капитальный ремонт уже. Это капитальный ремонт. Значит, если управляющая компания по текущему ремонту может что-то заменить, допустим, часть стояка, она может заменить, но это по текущему ремонту. А когда капитальный ремонт, это стояк полностью снимается и ставится новая труба. Ну вот такие чрезвычайные ситуации, это относится к капитальному ремонту. В таких чрезвычайных ситуациях можно как? Не всегда. Не всегда, не всегда. Это можно заменить часть, допустим, того же стояка по текущему ремонту. А, понятно. По текущему ремонту. Наш дом новый, всего 4 года назад построен и почему-то нам уже присылают квитанции на капремонт. Обязаны ли мы в таком случае платить за него? Все дома, все собственники должны платить за капитальный ремонт, за исключением тех домов, которые признаны аварийными, аварийными, официально признаны аварийными, те не платят. И те дома, которые не включены в программу. Вот новый дом, допустим, в этом году сдается в эксплуатацию новый дом. Сдался он, через 8 месяцев у него наступает обязанность, у жителей этого дома наступает обязанность оплачивать взнос на капитальный ремонт. Понятно. Дополнительно на капремонт в Питере платят 22,5 рубля за квадратный метр, а в Самаре 5,80 рубля. 2 рубля в Санкт-Петербурге. Да, 2,5. Почему же у нас так дорого это стоит, интересуется Антонина Николаевна. А в Хантамансийске 22 рубля, а в других еще 30 рублей, в Москве 17 рублей. То есть все это идет от того, что, во-первых, какова собираемость, сколько нужно средств для проведения капитального ремонта. Ведь вот эти суммы 5,07 и 5,84, они же не появились с потолка. Их рассчитывали, причем рассчитывали очень серьезно. То есть брались объемы, сколько нужно отремонтировать. Вот 30 лет. У нас в области, включено в программу, там порядка 19 тысяч домов. Площадь такая-то, работы такие-таки-таки нужны. И по-среднему вот это все. Все это считалось, да. Понимаете, можно платить по рублю, но мы за 30 лет этих капитальных ремонтов не проведем. Мы сделаем, допустим, один вид и на этом закончим. Если мы хотим привести действительно дома в порядок, то мы должны платить. И я вот скажу, кстати, на сайте где-то недавно, я вот смотрел сегодня только, на одном из сайтов была таблица по взносам на капитальный ремонт по Приволжскому федеральному округу. Там по всем федеральным округам, в том числе по федеральному округу, по нашему Приволжскому. Самарская область, она в середине. То есть у нас не самые высокие взносы на капитальный ремонт. Понятно. Может ли управляющая компания устанавливать счетчики на воду по заявке жильцов, но с рассрочкой платежа, Марина? Да, она обязана это делать. Есть такое понятие энергосервисный договор. И рассрочка идет до пяти лет. До пяти лет. То есть вы можете обратиться в управляющую компанию. Они не должны отказать, обязаны согласиться на такое. Они должны в соответствии с 261-м федеральным законом, они должны установить эти приборы учета и подписать с вами договор энергосервисный с рассрочкой до пяти лет. На год, на два, на три. Рассрочка, она беспроцентная, имеется в виду. Никаких процентов не должно быть. Алексей Толстого, 28. У нас такое лед около дома, пройти невозможно. Страшно. Боимся упасть. Валентина Ивановна, кому обратиться? Ну вот, действительно, страшно ходить по нашим дворам. Страшно ходить, да. И тротуарам тоже. За это отвечает кто? Управляющая компания. А есть какие-то рычаги воздействия? Ну, не чистят. Люди падают. Вот сегодня тоже смотрел статистику. За последние, по-моему, недели две, 55 человек травмированы. Причем травмы какие-то там серьезные. Ну, серьезные. Серьезные. Ромают руки, ноги, да. Которые выбивают человека вообще из ритма жизни с работы. Ну, действительно, в этом году, вот как никогда, вот эти осадки выпали большие, да. И управляющая компания... Ну, это не должно быть оправданием. Абсолютно нет. Абсолютно нет. Я просто говорю, ну, и управляющие компании, я скажу, не были готовы к этому. Но, извините, они весь год работали. Они готовились к этому периоду. Они знали, что зима придет, что зимой снег выпадает иногда. Что наледь на крышах появляется, что надо готовить людей, надо готовить технику. А я вам скажу так, вот если мы в дальнейшем будем говорить о лицензировании... Нужно уже копить вот эти жалобы, чтобы это повлияло на лицензирование как отрицательное. Ну, повлиять оно как может повлиять? Ну, мы сделаем общественный рейтинг, допустим, этих управляющих компаний. Поставим им единицу. Дальше что? Отменить лицензию, лишить лицензии. Вот сейчас у них нет лицензии. Сейчас мы ее не можем отнять. Вот с 1 мая 2015 года все управляющие компании... А мы сегодня накопим вот эти жалобы и с 1 мая их подадим. Нет, 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 такого нельзя. Вот с 1 мая ни одна управляющая компания не имеет права работать без лицензии. До 1 мая они все должны получить лицензии. Вот после 1 мая, я вам скажу, да даже после апреля, когда они получат лицензии, можно обращаться, писать жалобы в государственную жилищную инспекцию, в прокуратуру. И если государственная жилищная инспекция будет выписывать предписание этой управляющей компании, и она его не исполнит, то тогда вот этот дом, если два таких замечания будет в течение года, этот дом из реестра убирается, он отнимается от этой управляющей компании. И вот когда в течение года более чем 15% площадей тех домов, которые она обслуживает, будет изъято у нее, она вообще лишается лицензии. То есть здесь сейчас важно, что, может быть, управляющая компания получит эти лицензии, но удержать их будет очень сложно. Новосадовая 30, у нас 10 подъездов СКС к нам не прислали квитанции за капремонт с сентября месяца. Почему к нам такое отношение, Ирина Васильевна? Вот люди готовы платить, а квитанции нет. Новосадовая 30, да? Да. Нет квитанции. 10 подъездов СКС. Почему нам в декабре не принесли квитанцию на капремонт? Нет, но это не СКС, это не СКС, сразу вам говорю. Это по капремонту? Нет, вот это следующий вопрос. Первый СКС, да. Новосадовая 30, почему-то СКС нам указали, что не принесли. По капитальному ремонту не СКС. Приносят. По воде и водоотведению СКС. Почему нам в декабре не принесли квитанцию на капремонт? Нам покрыли крышу 2 года назад, она теперь шумит. Аврора 111, первый подъезд, квартира 16. Дом управления 15, говорят, что мы в этом случае ничего сделать не можем. Наталья Петровна. Нет, почему? Вот надо разобраться, по какой программе делали эту крышу, потому что могли по программе фонда капитального, фонда содействия и реформирования ЖХХ, а могли по городской программе сделать. Но там тоже есть гарантийный срок 24 или 36 месяцев. Если сроки еще сохранились, то можно обратиться либо в министерство, кто это делал, либо в департамент ЖКХ. И если гарантийный срок еще сохранился, то там должны переделать все это. Почему в капремонт включили Октябрьский район? Здесь новые дома и очень старые. Победа 90, например. И кошили в проект. Да. Очень интересно, почему же такие новые дома? Наталья Юрьевна. А новые дома включили, потому что... Через 8 месяцев. Нет, нет, нет. Потому что через 10-15 лет они станут старыми. И чтобы не доводить их до такого состояния, в котором находятся наши старые дома, они уже с самого начала будут через 5 лет получать ремонт, то, что положено. Через 5, через 7, через 9 лет. То, что положено, допустим, менять через определенные сроки, они сразу будут получать. То есть они не будут доведены до разрушенности. Вот о чем речь. Поэтому новые дома и включают туда. Взносы собираются. Чернореченская, 27, второй подъезд. У нас живут квартиранты, счетчиков у них нет, а квитанции приносят по нулям. Почему мы должны за них платить, Светлана Владимировна? Значит, действует сейчас поправки, 34-е постановление, совет дома, председатель совета дома, два собственника имеют право составить акт о том, что в данной квартире проживает столько-то человек и пользуется коммунальными услугами. Значит, этот акт передается в управляющую компанию, она его тоже подписывает или не подписывает, неважно. И этот акт является основанием для начислений. Это одно. И второе. Вот если сейчас будет исполняться то, что заложено в документах наших, а там заложено что? Что собственникам не имеет права управляющая компания начислять общедомовые нужды больше, чем норматив, определенный на общедомовые нужды, то, в принципе, вот эта система, вот эта ситуация, да, она вас вообще не должна беспокоить. Хоть 100 человек там живет. Вам могут начислять из расчета 0,03 куба, 0,03 куба, 0,03 куба, 0,03 куба, умноженное на площадь подъездов дома. Получается объем, допустим, 10 кубов, 15 кубов, 20 кубов. Вот эти 10, 15, 20 кубов распределяются на всех пропорционально площадям наших квартир. А все, что остается, разница, там 100, 200, 300 кубов, эта управляющая компания должна сама оплачивать. Это называется потери. Понятно. То, чего сейчас не происходит вот у нас по системе СКС. Капремонт с октября месяца, на капремонт нам не приносят квитанции. Почему? Что же нам потом за год их все сразу принесут? Вот видите ли, активные люди... Я согласен. Вот правильно звонят. Это отвечает за то, что приносит или не приносит. Значит, первое, надо разобраться, есть ли этот дом в базе. В чем проблема? ЕРЦ сейчас делает эту базу, готовит, она уже несколько месяцев занимается этими вопросами. То есть база всех домов и база всех жителей. Ну, то есть принесут в любом случае чуть позже. В любом случае принесут, но я единственное, что прошу, если есть возможность, зайдите на сайт фонда капитального ремонта Самарской области, там есть телефоны. Куда можно позвонить и сказать, в нашем доме не приносятся квитанции. Там возьмут на учет, найдут этот дом, разберутся по чьей причине. Потому что где-то разносят управляющие компании, где-то разносят фирмы, которые специальные. Сайт, телефон и обратиться. Слышала, что на горячую воду будут новые тарифы, и сумма будет увеличена на 300 рублей. Валентина Ивановна, да или нет? Нет, на горячую воду нет, на отопление будет. На отопление сейчас ситуация с 1 января. В Самаре появилась единая теплоснабжающая организация, ЕТО. Эта организация стала ПТС. У нее тариф по прошлому году был где-то порядка, ну грубо я говорю, 1400 рублей гикокалория. А часть наших районов Самары, основная часть районов, пользовалась услугами ВТГК. Да, у нее тариф был 1200 рублей гикокалория. Но сейчас в связи с тем, что ПТС становится единой теплоснабжающей организацией, все переходят вот на этот тариф. Кстати, 30 января... Но увеличится, да? На позиции. Валентина Ивановна увеличится все это. На площадке общественной палаты проводим заседание круглого стола по этому вопросу. Единая теплоснабжающая организация. За и против. Как раз мы будем говорить о том. Но единственное, что я вас могу обрадовать, вот эту разницу, вот в этих, в тарифах, не в тарифах, да, в ТГК и ПТС, вы можете получить в управлении соцзащиты. То есть эта разница вам вернется. Понятно. Чтобы не волновались вы, да. Но мы единственное, вот, хотим обратить внимание на этот порядок. Да. Ну что ж, спасибо огромное. Вера Николаевна, не волнуйтесь. И еще люди, которые прислали вопросы, все передадим Виктору Ивановичу. Спасибо вам. Спасибо вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. Спасибо.